Башкортостан В начале недели глава региона объявил о том, что Роспатент предоставил охрану региональному бренду Башкирии, именно Башкирской лошади. Какие права появляются у республики, как у обладателя этого бренда? Я хочу отметить, что получение таких прав, как наименование места происхождения товара, это очень серьезная оценка либо качества конкретных товаров, либо подтверждение уникальности племенной башкирской лошади. И это возможность ее отличать от конкурентов, соответственно, возможность уверенного вложения средств в продвижение этого бренда, привлечения новых инвесторов, развития региона, естественно, под вот этот широко распространяемый бренд, и бренд, который гарантирует качество и гарантирует уникальность данной продукции, принадлежащей именно конкретному региону, присущей, я бы даже сказал, конкретному региону. Могу сказать, что башкирская лошадь – это не очень распространенный как раз-таки вид географического бренда. И вот то, что через определенное время после подачи заявки удалось доказать уникальность этой породы, ее отличительность и уникальность – это большое дело, которое, уверен, даст возможность обладателям этого права для распространения лошадей, позволит увеличить даже, можно сказать, но это некая добавленная стоимость, потому что гарантия качества – это то, что позволяет получить кредит доверия, гарантия качества на уровне регистрации государственной, на уровне регистрации прав – это вдвойне ценное преимущество. И хочу сказать, что другие, например, конозаводческие организации, они впредь уже не смогут использовать вот это название «башкирская лошадь», потому что лишь республиканский центр компетенции Акбузат получил вот это право, и ему принадлежит как раз-таки юридически это название. Наименование местопроисхождения товара позволяет и другим производителям товаров, или в данном случае конозаводческим фермам, также присоединиться к этому знаку, то есть бывает НМПТ-1, 2, 3, 4, и всем придется подать соответствующие заявки, пройти серьезнейшие экспертизы и в конце получить вот это наименование местопроисхождения товара. То есть,ными словами, для региона это, ну, очень серьезный шаг, потому что редко, редко когда на животных подаются заявки на регистрацию НМПТ, ну, вот мы, нам известно несколько случаев, это городо-алтайский Морал, который получил НМПТ, и Астраханский верблюд. То есть, вот в этот короткий, но очень такой яркий список региональных брендов попал еще и башкирская лошадь. Юрий Сергеевич, ну вот Вы упомянули о том процессе, который необходимо пройти, ну, в частности, прошла республика, да, и центр, который создан специально для изучения башкирской лошади, чтобы получить такое свидетельство, да. Вообще, если поподробнее, да, насколько сложна эта процедура, что вот в нее входит, ну, в частности, что касается животных? Ну, безусловно, в первую очередь нужно доказать Министерству сельского хозяйства особенность, особенность данного животного, объяснить, почему она возникла там в ходе каких-то, может быть, селекционных работ, может быть, исторических свойств природных, свойств данного региона, ну, там, племенных животных, мы знаем, и выводит в целом, да, и вот этот процесс и эту уникальность отличительную. Ее особенность нужно было доказать, в первую очередь, Министерству сельского хозяйства, после этого данная заявка перешла уже в Роспатент с заключением регулятора о соответствии, действительно, перешла в Роспатент, где мы рассматривали всю чистоту поданных документов на предмет как раз-таки вот этой региональной особенности и возможности конкретного производителя получить данное право. Процесс этот не долгий на самом деле, но кропотливый. Мы стараемся сегодня ускорить все процедуры, есть подробнейшая информация на сайте Роспатента, она и в таком сжатом формате представлена, более развернутым для тех, кому действительно хочется пройти весь путь от самого начала. Есть необходимые сервисы регистрации таких объектов, подачи заявок. Мы призываем не останавливаться никого на достигнутом и, получив такие преимущества, выявлять еще более новые объекты, уникальные объекты, региональные объекты с уникальным характером. Я могу сказать, что если для НМПТ, для именования местопроисхождения товара, это я уже так сокращаю, присущая очень жесткая необходимость привязки к региону, то есть все этапы, если мы говорим о товаре, то все этапы этого продукта, производства должны быть именно в конкретном регионе. То есть еще новый, появился несколько лет назад новый объект интеллектуальной собственности, географическое указание, и здесь чуть свободнее процедура, чуть свободнее правила. Один из ключевых этапов производства продукта должен находиться в конкретном регионе, регионе, географическом месте. Так, недавно Мансуровский гранит, как новый объект географического указания, был как раз-таки получен Республикой Башкортостан, и мы тоже очень рады, что и этот объект тоже пользуется спросом в республике. Юрий Сергеевич, ну вот Вы упомянули о других брендах республики, как говорится, не медом единым, да, республика всегда славилась своим башкирским медом, да, ну вот помимо теперь уже башкирской лошади, мансуровских гранитов, какие еще бренды, ну так скажем, прославляют республику, за счет чего она известна, вот не только в России, но и в мире? Ну, я хочу сказать, что в республике, наверное, в одной из первых появилось достаточно много регистраций региональных брендов, я несколько назову, их сегодня, на сегодняшний день, восемь. Мы знаем о том, что, ну ладно, чуть позже, на сегодняшний момент восемь. Конечно, я бы хотел отметить в первую очередь, это башкирский курай, великолепный инструмент, я знаю, встречают в аэропорту даже, мы хорошо знакомы в Роспатенте с звуком, прекрасными исполнителями. Это, конечно, минеральные воды, их несколько, осы, я знаю про нее, тоже очень распространена. Ну и, безусловно, то, что вы уже сказали, это мед, в республике активно развивается, это производство, сегодня зарегистрировано уже два меда, ну и, конечно, в первую очередь, башкирский, который самый распространенный и в России, и в зарубежных странах. Могу сказать, что восьмой, вот как раз-таки, Масуровский гранит, географическое указание, ну, знаете, это уникальное абсолютное месторождение, производство и добыча гранита осуществляется в этом месторождении, он такого уникального светло-серого цвета, и уверен, что миру в стране, сегодня в России активно развивается, всегда регистрация объекта инфекциональной собственности от регионального бренда является таким, ну, триггером, если можно так сказать, для более успешного и широкого его распространения, не только в узком географическом месте, но и на всей, на более широкой территории. Плюс еще хотел добавить, что еще две заявки мы получили на регистрацию двух региональных брендов, ну, честно говоря, мне бы хотелось пока оставить это в тайне. Ну, хотя бы, может быть, какая сфера, да? Да, ну, сфера, сфера относящаяся, наверное, к производству все-таки одежды, я бы так отметил, к текстилю, да, в первую очередь. И что еще тоже важно, отметить, что сегодня, ну, мы не должны говорить, что мы ограничимся только Российской Федерацией. Российская Федерация присоединилась к новой системе, подписав Женевский, развитируя Женевский акт Лиссабонского соглашения, который позволяет на большое количество, на несколько десятков стран распространить регистрацию своих объектов, подавив всего лишь одну заявку в соответствующую Роспатент. Мы ее направляем в Центр Всемирной организации инфекциональной собственности по обработке данных, и дальше она распространяется на другие страны, что, конечно же, позволяет ускорить и процесс, и расширить географию популярности и продаваемости конкретного товара. Такой сервис уже сегодня работает. Да, спасибо, что хотя бы частично приоткрыли, что называется, завесу тайны по тем заявкам, которые ждут решения Роспатента. Хотелось бы с вами, так скажем, на общую тему перейти, как в целом выглядит 2023 год для организации, для изобретателей, в том числе авторов каких-то своих проектов, в части именно патентной активности. Есть ли какая-то сравнительная характеристика с 2022 годом? Да, безусловно, мы ежемесячно мониторим динамику и видим, что замедлившаяся стагнация прошлого года в непростых условиях видели и отмечали определенный тренд по увеличению количества заявок на патентование. В некоторых областях таких самых, наверное, нужных, самых критически важных для устранения пробелов в производственных цепочках, таких как медицина, диагностика, хирургия, летательные аппараты. Вот в этих областях был тренд на серьезное увеличение количества заявок. Он сохранился и в этом году, но сегодня мы видим, что именно от российских заявителей. Сегодня мы видим, что россияне стали подавать гораздо больше заявок, и на 10%, если брать полугодие, 2023 года увеличилось их количество. Да, это, в первую очередь, вузовская наука, это научно-исследовательские институты, ряд предпринимательских центров, промышленники, которые, по сути, именно в остро нуждающихся для замещения ушедшей продукции в зарубежных областях, сегодня создают свои решения, подают заявки и успешно патентуют эти разработки. Могу сказать, что мы рассчитываем, что этот тренд продолжится, потому что в целом и по стране, по другим объектам интеллектуальной собственности мы видим серьезный прирост в цифрах. И если вот по тем областям, которые я сказала, мы отмечали, например, по средствам диагностики, техническим средствам медицинской диагностики, если было двукратное увеличение, то в части металлургии, медицины, фармацевтики, там, знаете, 50-70% – это плюс к 2022 году. Очень серьезные цифры. Хочу отметить, что тренд есть и по средствам идеализации, мы называем это товарными знаками, брендами как раз, которые в целом в стране подаются очень успешно. Если в прошлом году эти цифры были до 10% прироста, то в этом году более 33% было увеличение по количеству заявок на регистрацию новых продуктов от российских компаний, новых услуг, вывод этой продукции на рынок. Все это сопровождалось регистрацией, то есть люди верят в необходимость защитить свои права, уверенно двигаться дальше и конкурировать на рынке, обладая защитой от государства правовой. Да, Юрий Сергеевич, ну вот и сейчас вы отметили, и вот в своем докладе председателю правительства на начале года вы как раз говорили о том, что по большей части генерят все идеи, зачастую вузы, образовательные организации. Вот хотелось бы спросить, коль уж мы работаем на бизнес-канале сейчас, насколько активен бизнес в части продвижения своих разработок? Понятно, что у вузов есть и технические средства для этих разработок, может быть, у бизнеса в меньшей степени по сравнению с вузами, но тем не менее. Я могу сказать, что если брать прошлый год, мы, откликнувшись на потребности, как раз-таки по непонятному замещению, по достижению технологического суверенитета взглянули немножко вперед и создали центр содействия новым технологиям, центр, который помогал бы защищать продукцию, выявлять охраноспособные результаты продукции, их развивать и в дальнейшем коммерциализовать. Могу сказать, что 200 исследований мы провели, 200 работ такого рода мы провели и с государственными организациями, и с бизнесом. И 25 патентов было получено, 12 из них внедрено, и это по большей части как раз-таки бизнес. Бизнес все активнее сегодня смотрит на сферу интеллектуальной собственности, и понимая, что конкуренции на рынке, да, зарубежные компании уходят, ну, есть зарубежные, западные, скажем, недружественные компании уходят, но есть конкуренты и на азиатских рынках, которые сегодня тоже приходят в нашу страну, и конкуренция с ними на уровне и технологическом, и на уровне защиты, опережения по защите прав тоже очень важна. Поэтому для бизнеса это сегодня, конечно, очень важный аспект – это защита своего личного бренда, бренда компании, да, для того, чтобы утвердиться увереннее на рынке, и технологические решения, которые они в дальнейшем будут коммерциализовывать. Я могу сказать, что если переходить к башкирским заявителям, те, кто получает сегодня патенты, в большинстве случаев это патенты очень с высоким уровнем потенциала коммерциализации, потому что они призваны защитить именно саму суть технологии, то, что будет конкурировать в дальнейшем на рынке, то, что можно монетизировать и в дальнейшем получить серьезную прибыль. В целом, я бы хотел отметить, что Башкирия очень серьезно продвинулась в области патентования. Мы зафиксировали по Приложскому округу по прошлому году второе место, то есть в тройке, причем уверенное второе место. Что не менее важно, по целой большой России входит в десятку, Республика Башкортостан в десятку, но это восьмое место, это тоже очень серьезное достижение. В Республике активнейшим образом осуществляется патентование разработок. Могу сказать, что если в прошлом году мы зафиксировали чуть больше 400 заявок на регистрацию изобретений, на получение патента, то за эти несколько месяцев, за полгода, уже почти 300 заявок получено, идем опережающими темпами, что называется. И это отрадный, конечно, для нас тренд. Лидеры, отмечу, что лидеры сегодня, это, конечно, Уфимский государственный нефтенно-технический университет. И, да, больше половины, наверное, все-таки заявок приходит от него. Но и активны также уфимские мотороразработчики. То есть производство, разработки и их патентование, разработки в области нефтедобычи, моторостроения, они сегодня преобладают, превалируют над всем остальным, что действительно стратегически важно. Юрий Сергеевич, еще такой вопрос. Вот Вы упомянули процесс, так скажем, ухода иностранных компаний из России, достаточно активный в прошлом году, замещение на рынке продукции отечественного производства. Вот хотелось бы узнать, может быть, да, понятно, что какие-то тонкости работы организации, которые Вы представляете, ну, может быть, достаточно сложны. Как вообще происходит регистрация, допустим, товара, который замещает на рынке тот товар, который ушел? У импортной какой-то продукции, ну, был свой наверняка патент, да, полученный там государственной, либо какой-либо другой организации другой страны, да. По сути, появился аналогичный тому товар, да, но вот он заявляется на патент. Как это происходит? Технологически, да. Вопрос точно животрепещущий. Могу сказать, что вот когда мы создавали центр, мы тоже думали о том, чтобы российские ученые, предприниматели, технологические предприниматели понимали этот нюанс. Зачастую патенты есть не только за рубежом зарегистрированы, да, это все правильно, но эти же патенты были зарегистрированы еще и в Российской Федерации, на нашей территории. И патентование, оно не может повторить ту же самую технологию. Технологии должны быть улучшающие характеристики, улучшающие результаты. И вот в своей работе мы всегда с российскими компаниями работая говорим о том, что ваша разработка, она должна носить действительно улучшение, модернизирующие результаты других производителей, других компаний. В этой результации создать что-то новое, даже если вы используете такой инструмент, как обратный инжиниринг, да, реверсный инжиниринг, реверсную разработку, но итог, ее результат должен быть лучше зарубежных аналогов. Поэтому сегодня все то, что получает патент, те организации, российские компании, российская наука, которая получает охрану правую, она получает ее на разработке уже другого уровня, опережающие, уходящие или ушедшие с нашего рынка технические решения. Да, но это дополнительный стимул, в том числе и для разработчиков, для компаний, да, чтобы не просто скопировать, да, тот или иной продукт, а как ты его улучшить. Сто процентов. Это задача и необходимость получить принципиально новое решение, которое, напомню или обозначу, даже лучше скажу, имеет мировую новизну, и получив патент на конкретную разработку, создатель получает монополию на 20 лет для производства, использования и производства этого решения, коммерциализации его. Никто в мире другой на то же самое уже получить патент не сможет. Даже если он зарегистрирован только в Российской Федерации, то нигде, ни в Западной Европе, ни в Америке, ни в Азии получить на такую же разработку патент будет уже невозможно. То есть он получает уникальное право на его использование, на его коммерциализацию и на выход на другие рынки. Опять же, это происходит благодаря, знаете, сегодня уже нет такого бумажного документа оборота. В принципе, границы, они не связаны никакими барьерами, потому что коммерциализация достигла уже такого уровня, что все данные о патентах российских, зарубежных, они передаются молниеносно. Мы постоянно обновляем свои информационные базы. А сведения о заявке тоже попадают в международные центры обработки и в другие патентные ведомства тоже очень быстро, благодаря современным сервисам. Это даже не электронная почта, это действительно сервис интеграции нескольких систем, которые позволяют протянуть весь логистический путь от подачи заявки, например, в нашей стране, до получения патента, например, где-нибудь в Индии или Китае. Понятно, есть дружественные страны, как мы сейчас подразделяем, есть недружественные. Вот в связи с последним событием, которое с нашей страной происходит, со всем миром, нет ли юридических каких-то расхождений, может быть, восприятия регистрации в нашей стране, в тех же недружественных так называемых странах, той же Западной Европе, о которой Вы упомянули? Могу сказать, что интеллектуальная собственность, наверное, один из самых деполитизированных направлений. И так же, как и другие страны, другие патентные верности, мы придерживаемся единого мирового принципа, единых подходов к проведению экспертизы, принятию соответствующих решений. И я могу сказать, что мы работаем с западными заявками, их становится меньше. С азиатскими заявками, с российскими заявками абсолютно одинаково по тем же самым правилам, руководствам, которые гармонизированы и синхронизированы со всем мировым сообществом. Это и есть принцип общий, мировой, что полученный патент, он имеет мировую новизну, защищает правополадателя, неважно, с какой он стороны, и позволяет ему двигать научно-технологический прогресс дальше и дальше. Время нашего эфира подходит к концу. У меня заключительный вопрос, в том числе о том, о чем Вы говорили, о цифровой трансформации. Понятно, что сейчас все процессы ускоряются, бизнес хочет быстрее зарегистрироваться, разработчики, научные институты, те же предприятия, хотят быстрее получить патент, чтобы выйти уже в массовое производство. Как в этом направлении, собственно, работает сейчас Роспатент, чтобы быстро, может быть, цифровым в онлайн-режиме взаимодействовать с разработчиками и быстрее предоставить им всю необходимую одобренную документацию? Вы очень правильно заметили, что необходимо работать в онлайн-режиме. Мы несколько лет назад стартовали как раз-таки с проектом по комплексной цифровизации, Роспатенты. Задача и была создать онлайн-сервисы взаимодействия с заявителями, личные кабинеты, в которых будет прозрачная процедура рассмотрения заявки, все видны статуса, ее прохождение и выдача охранных документов производилась бы не на бумаге с помощью почтовой пересылки, а уже в электронном виде. Нам очень много удалось достичь за этот период времени. Сегодня действительно электронный патент, электронные свидетельства выдаются и уже не первый год. Прием заявок осуществляется полностью в электронном виде. Мы эти сервисы представляем, естественно, всем гражданам всей нашей страны. И сегодня процент подаваемых, наверное, заявлений в электронном виде больше всего по товарным знакам, порядка 93% подается в электронном виде. Но и в целом более 70% всех обращений, которые в Роспатенты попадают, они осуществляются именно в электронном виде. То есть у нас есть специальные сервисы, специальные цифровые инструменты, которые позволяют это сделать. И не только взаимодействовать с ведомством, но и обратиться ко всему мировому фонду патентной информации. В прошлом году мы запустили поисковую платформу. Она сегодня содержит более 150 миллионов единиц со всего мира патентных данных, которые позволяют спроецировать понятие, определить, каким лучше образом развивать научную мысль, кто конкуренты и как действительно создать инновационное новое техническое решение, а не топтаться на месте. Плюс я бы хотел отметить, что в рамках государственного проекта по разрешительной деятельности мы стараемся сделать нашу работу более клиентноцентричной. И уже в третьем квартале выведем на единый портал государственных услуг 11 самых топовых, самых востребованных сервисов Роспатента, самых востребованных государственных услуг, которые позволят работать с процедурой представления госуслуги уже в кризовом формате, еще более прозрачная и сократит время нашей работы, хотя она сегодня и так очень короткая, в среднем 4 месяца. – Да, ну замечательно, что такие сроки маленькие, да, для того, чтобы получить все необходимые свидетельства. Время нашего эфира подошло к концу. Я благодарю вас, что вы ответили на наш вопрос. – Спасибо вам. – Спасибо большое. – Благодарю. – А я напомню, что в нашей студии сегодня руководитель Федеральной службы по интеллектуальной собственности Юрий Зубов. Оставайтесь на Ирбок. – Спасибо. – Спасибо.